Я не могу в это поверить, друзья. Мои молитвы были услышаны. И мне, наконец-таки, впервые за весь кубок фиферов завезли первую футис-карточку. Встречаем. Кьеза. 5 плюс 4. Жалко, не пятерка на слабый, но выпендриваться не буду. Я не в том, как бы, положении. 99 скорость, 95 удар, 96 передачи, 98 дриблинг и 90 физуха. И эта карточка из заданий. И быстренько пошел, сам с собой сконнектился и забрал себе эту карточку. Пока она не исчезла, мало ли. За эту 91 версию я отыграл практически 300 матчей. Он был один из лучших у меня в составе. И, в принципе, получается довольно-таки интересная история. В матче с Серегой он сделал очень важный финальный отбор перед голом. Забил два голешника, один из них решающий. И отдал одну голевую передачу. То есть он у меня отыграл как MVP. И в честь этого вот ему выкатили эту самую розовую карточку. Завоз на этом, ребята, не закончен. Открыл я, значит, пак 5 игроков 85+. И просто гляньте, что мне упало. Поль Погба. Которого, на секундочку, я покупал за 4 миллиона 200 тысяч. И знаете, сколько сейчас он стоит? 800 тысяч, ребята. И вот у меня дилемма. Я тут еще стата-дрочер. И не знаю, блин, я за него 301 матч отыграл. 450 голов плюс 140 ассистов. Мне жалко, если честно, продавать эту карточку. Я, наверное, знаете, как буду делать? Я отправлю антрейд пока что в клуб. И во время матча КФ буду возвращать его, вот эту вот версию со статой. И играть за него. Пусть пока вот так вот все будет. Ну и, собственно, друзья, вот таким вот красивым образом выглядит мой обновленный состав. Надо Поль Погбуму быстренько стиль сыгранности повесить. Я, честно, уже ни во что не верил, ни на что не надеялся. И вот к матчу с Белкой мне подвезли Кеза. Матч выйдет завтра. Мы сам матч, естественно, еще не играли. Играю я тоже завтра. Поэтому сегодня буду тестировать эту карточку. Гудмаксу там еще подвезли Решварда. И, собственно, Сереге Заргею Кафернову подвезли Ископ 5 плюс 5. С такими вот невероятными статами. Как же вовремя я с ним отыграл этот матч. Давайте, собственно, немножко пакетики пощелкаем. И пойдем затестим Кезу. Ну и перед тем, друзья, как мы и продолжим, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это мои отличные легальные друзья из компании Пари. На сайте у которых можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта. У них отличные коэффициентики. Моментальный вывод срез. Также у них есть отличное мобильное приложение. А если вы еще пройдете в верификацию до конца, получится шикарный бонус. Прибет на Казаре. Все это добро по ссылочке в закрепленном комментарии. Давайте вам нужна новая фифочка. Либо там какие-то разные подписочки. Все это добро вы также можете найти по ссылке в описании в моем личном магазине. Также у меня есть личный сайт по продаже монет. PandaCoin. Все это добро, опять же, по ссылочке в описании. Так, на разогревчик я собрал 3 пика 87+. Там много новых карточек подвезли. Давайте пооткрываем, посмотрим, что здесь можно поймать. Бремер. Но он у меня уже есть. Спасибо, возьму. Баласка. Второй пик 87+. О, Сократос. Когда-то он стоил денег. Наверное, сейчас уже 100 тысяч. Наверное, это стоит до 50 даже. Охренеть. Цены просто на каком-то дне. И третья карточка. Футис Флоренции 97. Ой-ой-ой, какая здесь карта Зидана вышла в заданиях. 99 рейтинг. И вы знаете, думаю, я по силам собрать ее. Учитывая, сколько рейтинга сейчас падает. Давайте сейчас подщелкаем паки 85+. И из них будем собирать Зиданчиков. Первый пак 85+. 10 штук. Давайте смотреть. Тут вроде на обложках всегда тотся. Англичане. ЦЗ. Спасибо. Передаем привет Мозу. Так, что у нас внутри? Ага. Так, открываем второй пак. Здесь игроков 85+. И ничего интересного мы тут не видим. Увы. Кстати, хотелось бы всех поблагодарить, кто меня поздравлял под последним роликом. Поддержка и активность просто какая-то невероятная. Там больше тысячи комментариев. Мгновенно собираются эти паки. Открываем еще один. Да, ничего интересного. Модрич 97. Увидим ли мы хотя бы одного играбельного Футис? Смотрим. И... Блядь, ну это прям вообще параша. Открывается. И смотрим. Блядь, опять Флоренса упал. Так, начало положено, друзья. Одну сборочку на Зидана я сделал. Думаю, потихонечку я ее буду собирать. Ну и в целом есть идея собрать каждого кумира с обложки и зафиналить эту фифку красивым составом. Пока что мой основной состав выглядит вот таким вот образом. Естественно, есть к чему стремиться. Сразу же залетаем в Элочку. Фуд Чемпионс. Конечно, сложновато уже играть со своим Ювентусом против каких-то топовых сумасшедших составов. Так, давайте смотреть, какие нынче составы. Сави на воротах. Мэр Тенс Флоренса. Ким Баппе 99, блядь. Ким 96 и ЭТО 96. Бать, у вас составы, пацаны. Так, представим себе, что я играю против Белки, пацаны. Предикшн на матч с Белкой. Чекайте. Оп. Где Кеза? Хочется за него покрутиться. Оп. Оп, Кеза. Блядь, у меня с геймпадом какая-то херня. У меня в доме, блядь, 20 геймпадов. 19 из них поломаны. Я вот играю на 20-м и чувствую, что стик не всегда дает, куда я прошу, блядь. Я специально к завтрашнему матчу отдельно геймпад покупаю новую. Потому что мне этого прям вообще не нравится. Так. Ну, слушайте. Хорош. А что лонгшотик? Можешь ударить? Ну, пристрельнулся чуть-чуть. Так, я вижу, как Поль Погба тут забегает. Забегает. И забивает, блядь. Этот Савин ебанутый. Что за Савин? Откуда он взялся? Так, отбор нужен. Не-не-не-не. Такими лонгшотами ты меня не забьешь. У меня Счестный стоит, блядь. Какие же сейвы, конечно, Счестный сделал в последнем матче. Я здесь могу себе привести. Но Счестный снова делает сейв. Так вот, какие же сейвы он там понаделал против матча с Серегой. И, по сути, спас мою жопу. Прям респект этому польскому гению. Вот сейчас вот. Вы видели? Вы видели? Ну, я явно не туда давал. Я стик вправо поворачивал. Я в ахуй, блядь. У меня реально с геймпадом какая-то хуйня. У акула бедного там уже три геймпады нахуй поломалось за этот губок пиперов. Так, вон он, Кеза, бежит. Давайте проверим его пейс. Ну, слушайте, убежал. Крутит. Хорошо крутит. О! На! Блядь. Надо было дальше еще пройти. Хорошо, Кеза, отлично ушел. Супер гений. Это не фол. Так, Кеза, ну-ка, долбани. Харо... Блядь, да... Савин, блядь. Заебал этот Савин, пацаны. Блядь, как тяжело. Как тяжело против него играть. Сука. Пенальти влево. Блядь. Так, Кеза. Отлично. Кеза! Да ты что, охуел, блядь? Да ты что, охуел... Блядь, ну с таким уровнем везения я вообще не понимаю. Опа, Пагба. Хорошо, Пагба, побежал. Ну, здесь вот так вот делаем. Я в ахую. Это реально какое-то проклятие. Вы видите? Я просто не могу забить Савину, блядь. Ладно, похуй. Сейчас забьем. Вот так вот делаем. Вот так вот Фаджиоли принимает и слет убьет. Это не смешно. Третья перекладина. Фаджиоли сейчас мог легендарный гол положить. Но он этого не сделал. Так, Кеза, хорошо. На дриблинге летит. Бля, у него по СЖ-99. Можно просто бегать за него вот так вот. Вот так вот просто бегать. Вот так вот просто бегать. Отлично, отлично. Я выстрелил свою тактику против Белки. Я буду просто бегать за него. У него же ебейший пейс, блядь. Что я тут выдумываю что-то? Так, Кеза. Вот так вот делаем. Наебали. Ох, как красиво. Ну, это, блядь, просто охуеть, как красиво было. Ну, это пенальти. О, хорошо. Так вот так вот навесим. Лоу. Чуть не залетело. И Савин снова, блядь. Савин, это что такое? Это какое-то новое открытие Фифе? Чего он все тащит? Кто за него играл? Он реально такой бист или это мне не повезло? Так, что у нас дальше? Смотрим. Гризман, Лемар, Муриэль, Чех. Не-не-не, съебался. Сука. 1-0. 2-0, говорю, пацаны. Ладно, ничего страшного. С 2-0 мы отыгрывались уже однажды. Пиздец, какой-то дроча мне попался. Вообще ничего не получается, пацаны. А вот она. Хорошая, хорошая, хорошая. Летим. Сандра, блядь. Самый очевидный персонаж, блядь. Ну ладно, похуй. Один можно пока что забить. А дальше посмотрим. Вот такой пас на Кезу. Кеза. Крутится, вертится. Хорошо крутится, вертится. Бля, я почти прострелил. Слушайте, вот да. Надо, короче, его по флангам пускать. Он очень быстрый. С отличным дриблингом и крутыми пасами. Насчет ударов я пока ничего не могу понять. У него был, по сути, один момент 100%, но он попал в штангу. Отлично, Кеза. Да ты заебал, Кеза. Забивать нахуй будешь? Второй 100% момент. И что-то нихуя не залетает, пацаны. Ну, отлично. Пошло оно, друзья. Кеза. 2-2. Отыгрываем наш любимый счет. Пацаны, 2-0 это хуня. Когда вы 2-0 проигрываете, всегда держите в уме, что FIFA на вашей стороне. Сколько таких матчей на кэш мы уже видели. Вот сейчас даже. Давайте мой Закина на фланг выпущу. Так. А где твоя защита, братан? Что-то не вижу твоей защиты. Потому что ее нет. Мой Закин. На нахуй. Хо-хо-хо-хо. Вышел и сразу же забил. Красава. Бля-а-а-ать. Нет. Да, все-таки его прессинг заебал меня, блядь. Опа. На дурака прошла. Алло. Этам бэйп? Этам бэйп? Ха-ха. Лол. Сейчас бы в августе не знать про кик-оффные. Не, соперник в целом хорошо играет. Но почему-то кик-офф он сейчас не законтрил. Наверное, не ожидал. Ну, либо он в эту FIFA мало играл, хуй его знает. Робьё, вижу. Вижу вот этот вот пас. Дальше. Обратно. Водно. Вниз. Можно вот так вот спиной немножко покрутиться. Дальше на Кезу. Кезу ложный замах. Крутимся, вертимся. Пас отдаем. Вот так вот. И вот так вот. Бля, как по нотам. Чё за атака гениальна? 5-3. Напоминаю, я 2-0 летел. Лучший игрок матча Локотели. Ничего себе. На втором месте Кезе 1-2 сделал. Фух, как жарко. Вы не представляете. Я просто когда записываю ролик, закрываю окно, чтобы никаких шумов не было. И по ощущениям тут как будто 45 градусов тепла. Серьёзно. Так. Куртуа на воротах. Кулибали Мальдини. Роналдиньо тоже Арзиньо. Гризман снова. А, ещё Чимони 96. Ну, понятно тут опять же. Все составы разъёбные. Но при этом, ну, смотрите, мы с своим Ювентусом два сильных состава обыграли. Поэтому состав не имеет значения. На нахуй. Учитесь контрить киков и пацаны. Ну, в августе не умеете их контрить. На первой минуте я забиваю. Так. Соперник катающийся попался при этом. Смотрите, как он долго катает. Ну, что-то на уровне Серёги. Знаете? Здесь вот дриблинг долгий. Ну, бля. Это, ну, я не туда давал. Ну, пацаны, ну, реально. Это всё геймпад. Я не понимаю, реально, что у меня со стиком. Я этот чёрный геймпад вообще не бил, чтобы вы понимали. Это новенький, который я недавно взял. Какой хер у него стик начал заедать? Ну, это вопрос хороший. 1-1 тем временем. Так. Бум. Побежал с невероятной поясухой. Побежал. Оп. Болл ролл. Прострел. Иди, Мария, гол. Быстренько откритались. Хорошо, Кеза. Ебать, что за удар? Охуеть. Ну, это прям очень плохо было. Кеза, ты чё, алё? Ну, я, может, конечно, переезжал, но что-то, не знаю, расстроен. Расстроен таким ударом. Ебать, что за провал? 2-2. Играем дальше. Какая духота в этом матче, пацаны. 54-я минута вообще ни хера не происходит. Просто бодаемся с опом тудым-сюдым с этим мячиком. Так, я хочу вот так вот сделать. Ага. И в одну. На, нахуй. Блядь, опять перекладина. Да что ж такое-то. Ах, хорошо, Бремер. Видели, как он сыграл, блядь, в последнем подкате? Я в ахуе. На! Блядь, как плохо. Я понимаю, что это лево не рабочее, но все равно что-то как-то... Блядь, сколько? Сколько? 3-4 удара у него было? И что-то как-то я не вижу прям какого-то сумасшедшего импакта от этих ударов. Типа бегает, да, там, пасы отдает, да, но вот удары что-то как-то пока не впечатляют. Блядь, оффсайд дал, сука. Ммм, соперник решил левнуть. Так я не забил гол, нахуй ты левнул, блядь. Что за дурачок? Так, ну что, 3 матча, 1 плюс 4. По ударам пока что-то как-то непонятно. Вроде тут все 95, но какие-то вот 3 таких сомнительных удара были. Но опять же, раз на раз не приходится. Сыграю еще 3 матча, он там 100 из 100 забьет. Кусостя, я, естественно, эту карточку не буду. 4 асиста отдал. То есть, понятное дело, что небольшой буст команде эта карта дает. Уже как бы на этом спасибо. Дальше уже непосредственно матчи будем смотреть, что из этого получится. Ну и на сегодня все. С вами был Апандос Фиксович. Завтра ждите матч против Белки. Я буду вовсю готовиться. Все, друзья. Всех люблю. Чао, какао. Продолжение следует.